Здравствуйте, мои дорогие, любимые, самые замечательные слушатели подкаста. Сегодня четверг, и я приехала только что из Академии, где провела расстановку сказку. Мы расставляли сегодня спящую красавицу, и знаете, итогом сегодняшней нашей работы я бы сказала, что очень важно уметь в себе объединить всё, объединить в себе и возможность видеть свою уникальность, и возможность быть вместе, соединённым с Богом и знать своё предназначение, но при этом очень важно уметь это заземлить, то есть быть одновременно и в низких вибрациях, и в высоких. Потому что когда ты отлетаешь, да, слово «отлёт» — это про миссию, про предназначение, и забываешь о том, что ты живёшь на Земле, когда ты проживаешь лишь часть жизни. И вот наша сегодняшняя расстановка, сказка «Спящая красавица», она была об этом, о том, как можно быть одновременно во всех чакрах, можно одновременно, например, да, жёстко разговаривать с человеком, при этом очень сильно его любить и быть с ним с открытым сердцем. Можно заниматься сексом, а секс, казалось бы, это низкие вибрации, и при этом быть в своей миссии и предназначении тоже иметь открытое сердце, и тогда секс другого уровня. Очень важно не прийти в свою миссию и предназначение и забыть о земных вещах, а очень важно уметь соединить в себе всё. Тогда ты получаешься цельной личностью, тогда ты получаешься ценной. Сейчас, пользуясь случаем, хочу передать всем, кто был сегодня у меня на расстановке сказки. Итак, что такое расстановка сказка в двух словах? Мы берём сказочную, конкретную сказку, читаем её, распределяем роли таким, как это, ну, вытягиваем просто, не могу слово подобрать, ну, таким вот случайным образом, вот случайным образом, и начинаем делать сказку. В процессе этого мы много открываем, много узнаём, и это групповая работа, и тут важно, что когда группа проходит, тогда и сказка начинает двигаться. Очень интересный мой один из любимых форматов расстановок. Расстановка сказков в Академии частной жизни проводится один раз в месяц, поэтому я, смотрите за расписанием, я вас приглашаю. Следующая расстановка будет 20 октября, и мы будем ставить сказку «Аленький цветочек», потому как сегодня у нас возникла потребность поработать с отцом, с папой, ну, и, соответственно, с мужчиной, с внешним мужчиной, с внутренним мужчиной, принять мужчину таким, какой он есть, поэтому 20 числа расстановка сказка «Аленький цветочек», я вас всех приглашаю. И в продолжении того, о чём я говорила, я вам сегодня сюда в подкаст выгружаю мой прямой эфир, который я давала в своём Инстаграм, прямой эфир «Ангел и демон». Это тоже о том же, это о том, когда ты соединяешь в себе. Нельзя что-то в себе отвергать, а что-то оставлять. Нельзя отлететь к миссии и забыть о том, что ты живёшь на Земле, и тебе нужно эту миссию как-то воплощать в реальность. Нельзя принимать в себе только ангельскую часть и прятать демоническую. Нельзя просто быть хорошей девочкой и забывать о плохой. Ты должна быть цельной, ты должна быть многоградная, гранная. Тогда будет мир отражаться всеми красками. Поэтому приятного прослушивания, я вас всех люблю, благодарю вас за то, что у меня есть. С вами ваша Юлия Хадарцева. И, кстати, мы у меня через неделю, уже день рождения. Всё, обнимаю, люблю, целую. Итак, добро пожаловать на подкаст о богатстве, ценности, себя и престиже. И сегодня тема подкаста «Ангел и демон». Здравствуйте, прекрасные мои. Меня зовут Юлия Хадарцева. И я психолог, психотерапевт, я расстановщик. И я являюсь специалистом по работе с ценностью себя. И сегодняшний мой прямой эфир я решила провести, как раз-таки обсудив эту тему, как ценить себя до конца, как до конца себя принимать и как до конца себя ценить. На самом деле, вот эта тема «Ангел и демон», о которой я сегодня заявила, она вот такая очень тонкая и очень пограничная, потому что многие, когда говоришь слово «демон», начинают пугаться и говорят, нет-нет, нам не нужно тёмного, нам не нужно такого ужасного. Так вот, я сегодняшний прямой эфир решила провести, чтобы мы с вами до конца разобрались, что такого ужасного в тёмной части, что такого ужасного в демоне, и что может произойти в нашей жизни, если мы до конца примем себя. Примем себя не только хорошей девочкой, да, а примем и свою такую теневую и тёмную часть. Поэтому я буду сейчас вести прямой эфир, вы в процессе можете задавать мне вопросы, и мы поговорим о том, как всё-таки принять себя полностью и со своими теневыми частями. Итак, если уходить в классическую психотерапию, то, по большому счёту, почему мы никогда не хотели быть плохими, почему мы никогда не хотели признавать и принимать в себе вот этот негатив? Ну, с самого рождения вспоминайте, что вам говорили ваши родители, что говорили воспитатели. Ты должна быть хорошей девочкой, ты должен быть хорошим мальчиком. Посмотри, какая Катя чистенькая, а посмотри, какой Вася все уроки сделал. И мы для того, чтобы нас любили, для того, чтобы нас принимали, всё время работали над собой, чтобы быть хорошими. Причём, смотрите на своё детство и смотрите, в принципе, как мы сейчас воспитываем детей, что происходит вокруг. Для того, чтобы быть хорошим для кого-то, мы должны быть такими удобными. Для того, чтобы быть удобными для кого-то, мы должны всегда жертвовать собой. Мы всегда должны выбирать кого-то еще. Мы идем на работу сейчас, и нам нужно угодить руководителю. И мы опять же думаем, да, если мы угодим ему, то он нас будет любить, поднимет нам зарплату. У меня здесь есть запросы в двойной прямой эфир. Я пока не готова. Если вы хотите со мной выйти в двойной эфир, вы мне скажите, о чем вы хотите со мной поговорить. Я пока не буду никого добавлять, может быть, позже. Итак, еще раз, да, с самого детства нам внушают, что мы должны быть хорошими. И очень часто мы жертвуем собой, выбирая других. Для чего? Для того, чтобы заслужить любовь. Но опять же, самые важные люди в нашей жизни – это наша мама и папа. И наша мама и папа нам говорят, доченька, сыночек, посиди тихонько, закрой-ка свой ротик, да, потому что мама и папа тогда тебя любить больше будут. И мы уже с самого детства начинаем закрывать ротик, вести себя тихо, делать то, что хотят наши родители для того, чтобы быть хорошими девочками или мальчиками, для того, чтобы нас любили. И в нас появляется такая хорошесть, такие ангелы. Мы становимся ангелами, которые хотят угодить всем. И с этими всеми историями мы и растем. И по большому счету, если уж говорить про ангела и демона, у нас в подсознании есть такое понимание, что когда мы ангелы, нас все любят. Но важно увидеть здесь, в тот момент, когда ты ангел для других, ты, скорее всего, демон для себя. Потому что в тот момент, когда ты нравишься другим, ты, скорее всего, предаешь себя. Да, потому как, когда тебе говорят «замолчи», а тебе хочется танцевать, кричать, баловаться в самом детстве, а тебе говорят «замолчи» и «будь хорошей», ты опять же предаешь себя. И вот тогда вот эта теневая наша часть, которую мы не хотим проявлять, она на самом деле имеет очень серьезный ресурс для тебя самого. Она имеет очень серьезный ресурс для твоей собственной ценности. И вот здесь важно увидеть, что в этом демоне нет ничего плохого. В этом демоне, который вы боитесь проявлять, есть твоя настоящесть, есть твоя возможность отвоевать себя. Вот в этом состоянии плохая девочка, есть выбор себя и заявление о себе, о том, что со мной так больше не нужно. Я не хочу сейчас закрыть свой рот и быть угодной для кого-то еще. Вот, поэтому давайте принимать эту часть. И если говорить с такой мифической точки зрения про ангела и демона, есть такое мифическое понятие, как Адам и Ева. И если вы знаете эту историю, то Еву сделали из ребра Адама. И тогда что получается? В тот момент, когда Ева появилась из ребра Адама, она стала Адаму должна. И тогда она должна была быть хорошей во всем, во всем угодной. И опять же, увидите, как ей приходилось часто жертвовать собой, потому что ей нужно было отдать то, что она должна Адаму. Ей нужно было быть хорошей девочкой. Так вот, если говорить дальше про эту мифическую, мифологическую историю, то до Евы была женщина, которую звали Лилит. И она была таким демоном. Это была женщина, которая не давала себя в обиду, которая отвечала, которая отстаивала свои границы. Это была женщина, которая была на равных. И вот здесь важно увидеть, что в этой женщине, в этой Лилит есть огромная сила. Если вы почитаете про нее, это женщина, которая выбирала себя, которая многого достигала. И вот мой сегодняшний эфир, он о том, что вот в этой темноте, которую ты не хочешь показывать другим, есть огромный твой ресурс. И с этим ресурсом ты можешь многого добиваться. В этой темноте живет истинная твоя суть, где ты можешь отстаивать себя и выбирать себя. Я вижу, у вас так много присоединилось. Я еще раз представлюсь. Меня зовут Юлия Ходорцева. Я являюсь специалистом по ценности себя. И на самом деле все мои мастер-классы, все мои тренинги, они включены в это состояние, когда я в любой ситуации выбираю себя. А когда я выбираю изначально себя, весь мир выбирает меня. И здесь, в этом состоянии, есть вот эта вот самая любовь к себе. Вот здесь, только когда вы примете в себе свою темную часть, только когда вы позволите себе быть плохой девочкой, вы сможете истинно соединиться с собой. Вы здесь перестанете бояться. А что обо мне подумают? Вы здесь поймете, что вам больше не нужно жить и заслуживать чью-то любовь. Вы здесь поймете, что в тебе есть все. Как мне недавно на тренинге девушка написала для меня стихотворение, она сказала, что вы поймете, что только тени дают объем. Когда ты идешь в мир и пытаешься проявить только английскую часть, только свою хорошую девочку, каждый раз, раз за разом предавая себя, ты идешь туда нецелостная. Ты идешь наполовину. И тогда ты всем-всем пытаешься угодить. Но каждый раз ты предаешь саму себя. И каждый раз твоя маленькая девочка, когда ей мама говорит, закрой свой рот, она плачет. Она плачет там, где-то в глубине тебя. И каждый раз ты боишься, когда тебе говорят, слушай, ты как-то не очень хорошо работаешь. Да, сегодня, когда тебе уже 37 лет, ты так берешь и проглатываешь это. Слушай, мы не будем поднимать тебе зарплату. Слушай, да я не хочу звать тебя на свидание. Да едь на метро до нашей встречи. Ты берешь и проглатываешь это все, и маленькая девочка внутри тебя начинает плакать. И ты хорошая и удобная для всех. Ну, ты очень обиженная и предательски униженная для себя самой. Так вот, знаете, спонсором сегодняшнего моего эфира является мой тренинг, который пройдет 10-11 ноября в Москве. Ангел и демон. И как раз-таки на этом тренинге мы будем учиться выбирать свою теневую часть. Учиться выбирать себя. И тем самым, на самом-то деле, учиться принимать, что я уже выросла. Вот эта ваша хорошесть и вот эта ангельская позиция в жизни, где я хочу быть для всех ангелом, она неким образом характеризует вашу детскую часть. Когда вы находитесь в ангеле и в детской позиции, вы живете, как маленький ребенок. Только маленький ребенок не может постоять за себя. Только маленький ребенок хочет угодить всем. И каждый раз, когда ты продолжаешь это делать, ты должна четко принимать и признавать, я еще маленькая, я еще боюсь обидеть, я должна заслужить любовь. А когда ты повзрослеешь и возьмешь на себя ответственность, ты поймешь, я уже выросла. И мне больше ничего не нужно заслуживать. Я уже могу идти и заявлять миру то, что есть. Я могу нести в мир себя такой, какая я есть. И я больше никому не позволю нарушать свои границы. И если я хочу говорить, я буду говорить. И если мне есть что сказать, я буду об этом нести в мир. Понимаете? Это очень важно. Вот эта ваша целостность, она очень важна. И если опять же говорить про мифические наши понимания, очень важно уметь соединить в себе вот эту вот Еву, которая может угодить всем. И вот эту вот Лилит, которая будет всегда в любой ситуации отстаивать себя. Потому что опять же, когда мы так живем, мы забываем о любви к себе. Что такое любовь к себе? Любовь к себе — это когда ты можешь подойти к зеркалу. Когда ты можешь сказать себе «да». Даже если я не угодила Васе, там, не знаю, Наташу, Кате, начальнику, маме. Я не угодила, может быть, всем вокруг. Но я здесь, в этой точке, люблю себя такой, какая я есть. Я в этой точке люблю и принимаю себя с такой фигурой, с таким телом, с такими глазами, с такой дикцией, с такой возможностью реализовываться в мире. И мне больше не нужно оглядываться на мнения окружающих. Мне больше не нужно заслуживать чью-то любовь, потому что я сама себя люблю. И я сама цена для себя. Вот. На самом деле, все, что я хотела про эфир сказать, я на самом деле откладывала 30 минут для эфира. Вы можете мне сейчас задать вопросы, потому как у меня еще достаточно времени. Я хотела вам, пока вы думаете, показать небольшой ролик. Есть такой прекрасный фильм, вам домашнее задание, если вы хотите вспомнить про любовь к себе, про ценность себя. Домашнее задание. Посмотрите, пожалуйста, фильм «Ангел А». В нем есть прекрасный эпизод. Сейчас попытаюсь переключить камеру. Подождите секундочку, у меня, если получите, это сделано. Вот, получилось. Есть прекрасный эпизод про любовь к себе. Посмотри в зеркало, что ты видишь? Посмотри в зеркало, что ты видишь? Я вижу красивую девушку. Спасибо. А возле нее, кого ты видишь? Ну, не знаю. Умница, уже лучше. Ты находишь? Да, прежде ты видел только дерьмо, а теперь его нет. Отсюда вывод. Ты вычистил все внутри. Теперь нужно заполнить эту пустую раковину. Не оставлять же ее так. Итак, смотри хорошенько перед собой. Милое лицо. Что в нем интересного? Не представь мне. Гляди внимательно в глаза. Что ты там видишь? Ну? Да. Доброту. Верно. Через край. И еще что? Смотри. Ну? Они вроде ничего. Вот именно. Они красивые. А еще что? Что в них еще? Там есть нежность? Ну, конечно. Полно. Любовь. Да. Любви там нам мало. Бери с ним. Тогда нужно выпустить ее. Признайся мне в любви. Чего? Ты любишь меня? Да. В смысле? Возвращаюсь к вам. Ну, это о чем? О том, что вам больше не нужно искать любовь других, предавая себя. Прекратите всем быть ангелами. При этом становясь демонами самому себе. Примите, что вы идеальный человек, идеальная личность, идеальный мужчина, идеальная женщина в этой точке. Примите себя, полюбите себя, дайте сами себе любви и перестаньте предавать себя. А вы можете это сделать, только приняв в себе не только светлые части, но и приняв темные. Приняв в себе не только детскую беззащитную часть, но и приняв то, что ты уже взрослый и ты вырос. Приняв то, что ты больше никому не дашь себя в обиду, потому что ты здесь больше не должен заслуживать ничью любовь. Приняв в себе, что ты теперь можешь дать отпор тем, кто пытается нарушить твои границы. А в тебе этого очень много. Просто всегда, с самого детства, тебе эту темную часть пытались убрать. И тебе было стыдно проявлять демонические жесткие части. Но невозможно быть цельной, невозможно отстаивать себя, невозможно до конца любить себя, если ты не примешь в себе вот этот ресурс. Так, читай вопрос. Ой, я так тебя рада видеть. Читай вопрос. Юля, дорогая, привет. Как конкретно принять свою теневую сторону и перестать бояться заявить о себе? Ну, как минимум, вы сегодня посмотрели мой эфир. Здесь об этом, когда ты четко себя ловишь на мысли, каждый раз, когда ты что-то делаешь, спроси себя, ты сейчас хочешь быть хорошей девочкой для кого-то или ты сейчас выбираешь себя? Каждый раз, когда тебя кто-то просит о чем-то, задай себе вопрос, я сейчас пытаюсь быть ангелом для кого-то и предаю себя или я действительно этого хочу? Каждый раз спроси, я пытаюсь сейчас заслужить чью-то любовь или я действительно хочу этого? Когда тебя зовет мужчина на свидание, спроси себя, тебе сейчас хочется с ним идти на свидание или просто надо, потому что мама сказала, замуж пора, например, да? Когда тебе звонит подруга и говорит, слушай, ты не могла бы мне там, не знаю, одолжить 10 тысяч рублей. Ты вот здесь пойми, ты хочешь ей давать деньги или ты это делаешь, потому что тебе нужно быть хорошей? Каждый раз, когда тебе твой начальник говорит, слушай, Юль, а ты не могла бы задержаться до 10 вечера? А ты вот спроси себя, ты сейчас хочешь оставаться до 10 вечера или ты просто хочешь быть хорошей? И скажи ему, слушай, я не могу, я вас очень люблю и уважаю, но я сегодня хочу, не знаю, пойти с подружками в ресторан сходить. Солнце моё ответила я тебе, надеюсь. Каждый раз, когда тебе приходит какой-то вопрос, спроси себя, не предаёшь ли ты себя, не стараешься ты быть хорошей? Я вам скажу так, вам больше не нужно быть ни для кого хорошей. Самое важное, что вы должны сделать, принять, что ты уже идеальная, и тебе не нужно заслуживать любовь и добирать любви откуда-то. В тебе этой любви достаточно, подходи к зеркалу и говори сама себе, я люблю тебя, я люблю тебя такой, какая ты есть, я принимаю тебя такой, какая ты есть. И если я не дам подружке 10 тысяч рублей, если я откажу шефу сидеть до вечера, если даже я лишусь этой подружки или этого начальника, я от этого не стану хуже, я от этого не стану меньше себя любить. Ответила так. Смотрим. Юля, а как выявить эту часть в себе? На самом деле, действительно, эту часть достать очень тяжело, потому что нам её с нейронными связями вгружали, да, опять же, если мы говорим про Еву, да, первая женщина, нам говорят, что первая женщина должна угодить мужчине, должна угодить всем. Как её в себе выявить? Вы должны прямо каждый раз, когда у вас поднимается вот эта внутренняя агрессия, а внутренней агрессии у вас достаточно. Поверьте мне, вот эта вся агрессия, которую вы, ну тогда, когда вам мама сказала, замолчают, сейчас нынешней мамы, когда забирают айпэд у ребёнка, ребёнок бы сказал бы своей маме, мам, я как-то тебя не очень люблю, как-то ты мне не очень нравишься, что ты сама так поступаешь. И тут появляется внутренняя агрессия. А мама на этого ребёнка начинает эту внутреннюю агрессию гасить, и у ребёнка появляется такая аутоагрессия на самого себя, он начинает себя ненавидеть. И от этого у нас постоянное такое желание заслужить любовь у других и постоянный такой перфекционизм и ненависть к самому себе. Так вот важно достать эту внутреннюю агрессию, и если тебе однажды кто-то в метро наступил на ногу, как-то вот достать её и сказать, слушай, ты, ты как-то мне на ногу наступил. То есть, знаете, выявить эту часть себе, это вот прям позволить себе быть плохой, позволить себе в любой ситуации отстаивать себя, позволить себе принять, что если ты пошлёшь кого-то, это не будет ничего ужасного, и это ты отстаиваешь саму себя, и люди начнут тебя уважать. Вспоминайте истории из вашей жизни, когда, опять же, давайте возьмём любое предприятие, компанию, когда есть какая-нибудь супер хорошая ангельская Маша, которая работает, и всем она угождает, и пирожки на работу носит, и готова работать до двух ночи, а ей почему-то денег платят 10 тысяч рублей и валят на неё работы до 12 ночи. А есть какая-нибудь там Наташа, которая нифига никому на работу не носит, никогда не оставляется до вечера, а ей почему-то зарплату платят 50. Вот именно вот эта вот тёмная часть, в ней проявляется больше, с ней считаются, её уважают. Почему? Потому что она признала свою взрослость. В первом случае мы находимся в детской части и хотим всем угодить. Мы ищем любовь у своих родителей, начальников, и мы пытаемся угодить всем. Во втором случае я взрослая, и я с вами на равных, и вы мне платите денег на равных. Если я работаю 8 часов, вы мне платите на равных, как мы договаривались. Если вы хотите, чтобы я перерабатывала, высчитывайте, сколько стоит мой час, и давайте разговаривать. И тогда люди к тебе начинают относиться с уважением. И здесь же про деньги, моя любимая фраза. Маленьким девочкам, ангелам, деньги не платят. Вот это моя тема. Помимо того, что я являюсь специалистом в работе с ценностью себя, я занимаюсь ещё тренингами, мастер-классами, энергиями, связанными с деньгами. И первое, чему я вас учу на деньгах, примите свою взрослость маленьким детям на мороженка. И вы потом говорите, почему у меня денег больше нет? Да потому что ты сидишь в маленькой девочке, которая пытается всем угодить. Ну купите мне мороженка, тебе и зарплату дают на мороженка, тебе и вселенная дают на мороженка. А если ты взрослая, ты понимаешь, у тебя есть потребности. Тебе нужно обучаться, тебе нужно здоровое питание, тебе нужны качественные одежды. И ты говоришь, жизни, жизнь, я взрослая, мне на мороженка уже не пойдёт. И тогда тебе почему-то и мир начинает давать больше. Как выявить себе эту часть, она в тебе есть. Начни позволять себе быть демоном. Позволяй себе быть в своей теневой части. Ответила Наташенька, скажи мне, если непонятно, да задай вопрос. А как быть с родными, с мамой, со своим ребёнком? Отличный вопрос. Смотрите, особенно с ребёнком, если ты покажешь ребёнку, что нужно отстаивать свои границы, если ты, как мама, покажешь своему ребёнку, что он каждый раз должен сначала выбирать себя, а потом остальных, он растёт и понимает, что я не буду жертвовать собой. Тогда он находит деятельность такую, где его границы будут сохранять и держать. Тогда он находит женщину или мужчину такого, где он не будет позволять нарушать границы. Я вас уверяю, каждый раз, когда вы жертвуете собой и становясь этим ангелом, заслуживаете любовь, и отдаёте что-то в жертве, вы же от этих людей после ожидаете чего-то. Ну, то есть, знаете, если, например, я очень хочу поехать отдохнуть на море, потому что я устала, мой муж мне говорит, слушай, Юль, ну, пожалуйста, не надо никуда ехать. И я жертвую своей поездкой, например. Я в жертве. Понятно, что я от него что-то ожидаю. Я же пожертвовала, тогда и ты должен пожертвовать. И мы тогда, знаете, как живём? Я должен, ты мне должен, а ты мне должен. Мы живём в этом, ты мне должен. И как раз-таки вот этот момент с близкими и с родными, когда ты понимаешь, что ты с собой не жертвуешь, и тебе никто ничего не должен, ребёнок твой ничего не должен, мама ничего твоя не должна, ты как-то живёшь, и у тебя поднимается внутренний посыл, что-то им просто так отдавать. И тогда ты им показываешь, что можно выбирать себя, и они-то начинают просто так отдавать. И сама выбрав себя, ты даёшь им возможность выбирать себя, и вы живёте в здоровых, независимых отношениях. Вы тогда друг друга любите просто так, потому что вы друг друга выбираете, а не потому что я пожертвовала собой, ты мне потом должен, или потому что он пожертвовал собой, я ему должна. Она ответила, то есть и как с родными и близкими, я тоже рекомендую всегда выбирать себя. Когда мама счастлива, когда мама выбрала себя и на себя очень любит в первую очередь, тогда будут счастливы все её дети. И я вас уверяю, если ты устала от своего ребёнка и действительно понимаешь, что тебе сейчас это в нагрузку проводить с ним время, ну пойди ты 20 минут, полежи в ванной, удели себе, включи ты этому ребёнку мультик, выбери сейчас себя, и через 20 минут, после того, как ты наполнилась, включив свою демоническую часть, предав ребёнка, ты вернёшься к нему в целостности и сможешь дать ему больше. А если ты сидишь и говоришь, я должна быть хорошей матерью, мне нужно с ребёнком играть, да ты у него больше забираешь, ты у него больше берёшь у этого ребёнка. То же самое с мамой. Наши мамы тоже очень любят наши границы нарушать. Каждый раз, когда ты отстоишь себя, ты потом и маме своей сможешь больше дать, и детям, и всем окружающим, и своим ученицам, и своим клиентам, когда ты счастлива, счастливы все вокруг себя. А каждый раз, когда ты себя предаёшь, пытаясь заслужить чужую любовь, ты потом из них пытаешься это вытащить, и ты общаешься с мамой, с ребёнком, и подъедаешь их, подъедаешь. Надеюсь, ответила. Иду дальше, смотрю ваши вопросы. Если дочка очень обидчивая, что делать, плаксивая, когда сравниваю, она мне говорит, не надо меня сравнивать. Вообще, я запрещаю детей сравнивать. Ваша задача, как матери, у меня у самой ребёнок скоро 7 лет, нам в ноябре. Ваша задача – давать вашему ребёнку ценность. Он у вас ценный такой, какой есть. Никогда ни с кем не сравнивать. Он у вас уникальный и ценный. И он должен об этом знать. Он должен знать, что для того, чтобы вы его любили, чтобы его мама и папа любили, ему не нужно быть чистым, хорошим, прилежным. Вы его любите просто так. Есть правила в семье, которые же нужно соблюдать. Не сори, я не знаю, какие у вас правила. Но ваша любовь от этого не зависит. Дайте вашему ребёнку ценность того, что он в принципе есть. И тогда ему не придётся у всех заслуживать эту любовь. Ему не придётся каждый раз, когда ему захочется рассказать в прямом эфире что-то, думать, ой, а что обо мне подумают? А вдруг я кому-то не понравлюсь, да? И прочее. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Давайте посмотрим дальше, какие есть ещё вопросы. Да, дорогая Юлечка, я поняла. Благодарю. Благодарю. Да, напомню для тех, кто присоединился. Смотрю, у вас так много присоединилось. Напомню, меня зовут Юлия Ходарцева. Я психолог-психотерапевт. И я специализируюсь на работе с ценностью себя, о принятии себе, себя во всех своих проявлениях. Поэтому по любым вопросам обращайтесь. И я ещё раз скажу, что в ноябре, 10-11 ноября в Москве я проведу тренинг «Ангелы-демоны». Мы будем работать как со своей хорошей частью, так и со своей плохостью, которая нам сможет давать ресурс. Так, Юль, а если мама обижается, когда я отстаиваю себя? Вот это опять же про обижается, это её вопросы. Ты всё равно выбираешь себя. И каждый раз с мамой, вот если говорить про маму и папу, вспоминайте, пожалуйста, что мама большая, а я маленькая. И мама не может обижаться особо на своих детей. Если уж говорить глобально, вы же особо на своих детей не обижаетесь. Каждый раз, когда ты выбираешь себя, ты говоришь маме, «Мам, я уже выросла, и я так решила, и это моя жизнь, я тебя очень люблю, но я выбираю себя». Если мама обиделась, доверьтесь тому, что она взрослая женщина, она сама решит этот вопрос. И вы своей маме не мама и не папа, чтобы решать за неё. Поэтому отпускайте ситуацию, выбирайте себя, любите свою маму и доверяйте тому, что она взрослая, и она сама разберётся со своими вопросами. Ответила, надеюсь? С ребёнком, значит, всё правильно делаю. Я рада. Прекрасно, значит, я делаю всё правильно в отношении детей. Как лучше всегда останавливать криптику мужа в свой адрес? Смотрите, у нас пятая чакра, горловая чакра, она действительно, нам часто говорили, ну, как бы не давали говорить, и нам правда, когда нас критикуют, хочется так сглотнуть, сглотнуть, сглотнуть. Просто в одном прекрасный момент поймите, что с вами так нельзя. Поймите, что с вами так нельзя. Когда ты это глубинно простроишь и поймёшь, что ты уже взрослая, и он тебя сейчас отчитывает как маленькую девочку, а ты выросла, ты говоришь ему, со мной так не надо. Я очень вам рекомендую в отношениях с партнёрами, с мужчинами, с коллегами не говорить «ты такой-то», а идти через «я» понятие. Мне это больно и неприятно. Не «ты со мной так разговариваешь», «закрой свой рот неадекватный». Так мы не разговариваем с людьми. Тебе здесь неприятно, и я вас призываю к тому, чтобы вы говорили, мне это неприятно, пожалуйста, не надо меня так обижать, мне это неприятно, есть такое понятие «я» понятие. Когда ты говоришь через «я» понятие, ты не оскорбляешь людей, потому что каждый раз, когда ты говоришь «ты, ты, ты», ему приходится оправдываться и говорить тебе «ты, ты, ты», тогда у вас конфликт. Каждый раз, когда тебе мама, муж, не знаю, коллега начинают что-то говорить, иди через «я» понятие. Пожалуйста, со мной так не надо, мне это неприятно, мне это больно, ну потому что тебе действительно это неприятно, и вы увидите, как изменится ситуация. Не надо меня критиковать, мне это больно и неприятно. Пожалуйста, не надо со мной так больше разговаривать. Вот так, общаться с партнерами. Надеюсь, ответила. А как тогда соблюдать правила семьи? А какие правила семьи есть? Я просто не знаю, какие у вас правила семьи. Правила семьи – это, ну, как минимум, друг друга любить, уважать и поддерживать. Ты можешь человека любить, уважать, когда ты сначала любишь и уважаешь себя. Если ты себя растоптала и не любишь, не уважаешь, ты не можешь уважать партнера. Однозначно, это созависимость. Я здесь так к этому отношусь. Ты не можешь любить и уважать людей, если ты, в первую очередь, не любишь и не уважаешь себя. Тогда ты пытаешься у него найти любовь и уважение, и тогда ты ему что-то даёшь, и он тебе должен. Это созависимость, и ты живёшь в претензии с партнёром. Я вам говорю, свобода и тотальная любовь, гармоничные отношения – это когда ты целостно принимаешь себя такой, какая ты есть. Это когда ты понимаешь, что тебе никто не должен, и ты ничего не должен. И ты выбираешь этого партнёра, потому что тебе с ним хорошо. И ты уважаешь его таким целостным, какой он есть. Как тогда соблюдать правила семьи? Я надеюсь, ответила. Если не ответила, уточните. Как объяснить мужу, что при ребёнке нельзя критиковать маму? Никак. Не надо ничего объяснять вашему мужу, он вам не ребёнок. У вашего мужа есть мама, а вы ему просто партнёр, вы ему просто жена, и вы на равных. И если говорить про ребёнка, то ваш ребёнок не ваша собственность, он настолько же ваш, насколько и мужа. И здесь важно показывать своим примером. Простите, конечно, но показывать своим примером. Объяснять партнёру ничего не нужно. Вы с партнёром на равных, вы ему не мать. Пожалуйста, своим примером. Опять же, вы можете ему сказать, мне ему очень больно и неприятно, что ты так разговариваешь? Мне это неприятно. Если вам неприятно, что он так разговаривает с вашим общим ребёнком, скажите ему. Но вы не имеете права воспитывать вашего мужа, он вам не сын. Вы, вот опять же, почему не закритиковать маму? Пожалуйста, скажите, мне очень неприятно, что ты критикуешь меня в присутствии ребёнка. Мне это больно и неприятно. Вот так, если объяснять. Ага, надеюсь, ответила. Так, по-моему, вопросы закончились. Со мной так не надо. И уходить. Ну, вот уходить точно никуда не надо. Этого я не учу, подождите. Вы, пожалуйста, не вот это со мной как не надо. Вот так вот не надо. Вы просто скажите мне больно и неприятно, не надо так со мной. Это всё равно ваш партнёр, которого вы выбрали по жизни, с которым вы идёте вместе. Вопрос не в том, чтобы хлопнуть дверью. Это больше опять похоже на детский сад. Да, у нас вот этот переходный период, мы обычно от родителей уходим. Вы просто, ну, смотрите, вы партнёра выбрали, у вас партнёрские доверительные отношения. Просто скажите, со мной так не надо. Со мной так больше не надо. Мне это больно и неприятно. Если ты в следующий раз так сделаешь, ну, там, я что-то сделаю, может быть, да. Но задача не поругаться с партнёром, дорогие мои. И задача с партнёром выйти на новые отношения, на отношения, где не будут нарушать мои границы, где я буду целостная, ну, и где я не буду нарушать границы. Уходить точно, с чемоданами точно не надо уходить. Надо всегда начинать с себя, любить себя, и другие тебя полюбят. Да, надо всегда начинать с себя, любить себя, и тогда другие себя полюбят. Потому что если ты не любишь себя, ты пытаешься найти любовь других, и всё время от них что-то требуешь. Всё время. Смотрим дальше. Ребёнок приходит всегда в грязный садик. А мама злится. Злится или подавляет. Как сделать, чтобы чистым приходил? Слушайте, моё мнение, как Юли Ходарцевая, пусть приходит. У него скоро закончится детство, и он не сможет вывалиться в этой грязи. Ну, постирайте в эти брюки, ну, играет ребёнок, дайте ребёнку детство. Моё мнение такое. Оставьте детей, пусть они живут счастливое, беззаботное детство. Ну, что, вам трудно постирать? У нас тем более век такой. Он машинку закинул, она тебе всё сделала, погладила, две секунды. Ядя такое. Ну, просто, может быть, объясните ему, что, ну, как бы, ну, точно не подавляйте, не злиться. Вы поймите, вы чего злитесь? То, что вас не слушаются. А то, что вас не слушаются, вы опять ищите свою ценность. Вы ищите свою ценность, я хочу быть главной. Сами себе дайте ценности, любовь. Вам тогда отпадёт эта тема, чтобы вас ребёнок слушал, муж слушал, мама слушала и все остальные. Себя сами полюбите, а для этого нужно перестать давать себя в обиду. Для этого нужно вставить в себя вот эту немного демоническую часть. А можно сделать, или как это уже, а что можно сделать, или так уже говорила? Я не понимаю вопрос, можно ещё раз полный вопрос, пожалуйста. Я просто бежала лентой, я не понимаю. Как вы любите себя, уточните, пожалуйста. Как я люблю себя, я всегда выбираю себя. Например, если я чувствую, что я уже не в ресурсе, не могу своим ученицам и клиентам что-то дать, я понимаю, что мне нужен отдых, мне нужно полететь на море. Ну, это так из банальных примеров. Я беру, покупаю билеты на море, я лечу. Вот прям беру, отменяю, может быть, консультации и лечу. И для меня это про выбор меня. Я выбираю себя. Если я, не знаю, разговариваю с кем-то по телефону и понимаю, что меня уже начинают съедать, я уже не в ресурсе говорю, слушай, я перезвоню, я не могу сейчас говорить. Я не пытаюсь угодить другим, понимаете? Ну, вот эти вот темы, допустим, съесть торт, сходить на массаж и прочее, это такие банальные вопросы, которые уже в принципе, ну, на мой взгляд, это уже даже не про любовь к себе, а такая попса. Но если действительно тебе массаж ресурсирует и наполняет тебя, ну, на массаж, например, сходить. Извините, мама, я всегда говорю, зачем тогда нужна машинка стиральная, бегай, ребёнок. У меня три, не моляйте, когда они счастливы. Я согласна, Юлечка, да, я согласна абсолютно. Я согласна, дайте детям прожить детство. Знаете, у вас сейчас, у мам прекрасная возможность сделать ваши детей счастливыми. Они сейчас пойдут в школу. У меня сейчас пошёл в школу, видите, приходят оттуда, вот такой. Дайте детям побыть с вами счастливыми. Вот так. Какая вы красивая, благодарю. Я так люблю твоё МГМ. Пусть я не знаю, что такое МГМ, либо я забыла. Ну, я знаю, что ты меня любишь сейчас с МГМ и без МГМ. Если уже говорила со мной так, и не надо, меня это обижает, человека снова так себя ведёт. Я поняла. Значит, непонятно говорила. Значит, нужно, ну, я считаю, что тогда нужно применять санкции. Но опять же, знаете, если я из маленькой девочки говорю, вот смотрите, если я говорю из маленькой девочки, мама, не надо так со мной разговаривать. Маме пофиг. Здесь важно, чтобы ты глубинно простроилась. Для этого надо достать тень. Для этого надо достать демоническую часть. Свою тень достать. И когда туда поднимется не просто маленькая девочка, говорит, не надо так со мной, а когда ты встанешь из взрослой части и скажешь, так, сколько можно, со мной так нельзя. И ты можешь даже ничего не говорить, оно структурно в тебе простроится. Для этого нужно разрешить себе быть плохой. Для этого нужно понять, что тебе больше не нужно заслуживать ничью любовь. Для этого нужно понять, что ты в первую очередь выбираешь себя из-за себя, ты разорвёшь всех. Да? Слушайте, и последний, финальный вам даю мотиватор туда. Это знаете о чём? Если ты включила в себе демоническую часть и перестала быть Евой, у тебя будет больше денег. Потому что деньги, смотрите на энергию денег глобальную, да, смотрите, Трамп, я не знаю, Путин, смотрите, я не знаю, Тиньков, они очень в контакте со своей тёмной частью. И именно из неё они большего добиваются. Потому что когда ты не можешь о себе заявить, тебе ничего и не дадут. А когда ты приходишь и говоришь, знаете что, у меня 25, там, 15-летний опыт в бизнесе, у меня там в подчинении было 4,5 тысяч человек, я отличала за Россию и страны СНГ. И я хочу, чтобы мой ежемесячный доход был там 800 тысяч рублей. Или ты приходишь и говоришь, ну, знаете, я там работала на 13 лет в бизнесе. Подход другой. А вот этот вот подход, он из взрослой части, из такой вот, знаете, тёмной, можно сказать, части. Замотивировала вас? Ответила вам? Значит, надо кулаком по столу и включить не жертву? Да, да. Но важно, знаете, можно и не по кулаком по столу. Вот я сейчас с вами, знаете, разговариваю немного из такой демонической своей части. При всём при том, вы все знаете, кто на меня подписан, как я вас люблю, как я к вам с открытым сердцем. Но сейчас я в эфире немного из такой части. Я их кулаком особо по столу не стучу. Она изнутри идёт. И вы понимаете, что если что, то ого-го, понимаете? Показываю я вам, дорогие мои. Ну всё, на самом деле можно заканчивать эфир. Я планировала его провести 30 минут. Напомню, меня зовут Юлия Хадарцева. Я психолог, психотерапевт, расстановщик. И я занимаюсь вопросами ценности себя, богатства и престижа. Да, напомню вам, что у меня есть мой собственный подкаст. И если вы хотите слушать мои подкасты без оплаты, подкасты все идут в режиме свободном доступе, то вы можете сейчас в моём профиле смахнуть, смахнуть вверх. И там есть подкаст для Эппла, а подкаст для Андроида. Скачать себе приложение и слушать мои подкасты в свободном доступе. 10-11 ноября в Москве я проведу тренинг «Ангелы-демон», где мы будем очень глубоко два дня работать с нашими хорошими девочками, плохими девочками, внутренними ангелами, внутренними демонами и выводить нас на новый уровень ценности и принятия себя. Очень вас люблю. Благодарю, что вы сегодня были все на эфире. Эфир обязательно сгружу подкасты. И один день он повисит здесь, в Инстаграме. Ваша Юлия Ходорцева.